Почти 90 лет первой Чебоксарской городской больнице имени Осипова. Она с достоинством носит звание старейшего лечебного учреждения в республике. Более 20 сотрудников больницы – участники Великой Отечественной войны. Один из них – Валериан Феофанович Афаринов. В годы войны он был стрелком на фронте. В мирное время 18 лет проработал фельдшером неотложной медицинской помощи. 17-летним мальчишкой его призвали на фронт. Как сегодня помнит ветеран эти дни, когда судьбы его товарищей, родных и близких в одно мгновение перевернула война. Призвали меня в 43-м году, в январе месяце призвали в армию. Потом на фронт я попал по-боже. После прохождения курса молодого бойца в стрелковых ротах, его отправили на фронт под Ленинград, на Карельский перешеек. Днем и ночью грохотали артиллерийские залпы, вспоминает ветеран. И до сих пор перед глазами пехотная рота, поднимающаяся в атаку. 10 июня только 44-м вошли наступления. Вот этот день, 10 июня, очень такой, в общем, минометр, артиллерий работал, авиация работал. Шум стоял. Думаешь, вот, когда летит их, особенно, вот, минометы, он такой звук создает, вперед получается, когда. То думаешь, уже все, он на тебя летит, звук такой. Очень страшно было, конечно. А в дни войны он потерял немало товарищей. В одном из боев из роты в живых осталось лишь 9 человек. Война не щадила никого. Все тяготы пришлось пережить и юному бойцу. Меня вообще признали негодным комиссаром службе. После лечения он работал сначала на Курильских островах, затем вернулся на родину и поступил на учебу в Алатрскую фельдшерскую школу. 18 лет проработал в службе неотложной медицинской помощи в первой городской больнице. Ныне первая Чебоксарская городская больница имени Осипова. Трудно было работать, конечно. Я работал на скорой, работал в городе немного, то пенсии работал, в общем. В этой больнице, похоже, до сих пор ощущается дух того времени. Обстановка, лекарства, инструменты и другие уникальные экспонаты рассказывают нам, как в условиях дефицита и нехватке элементарного медицинского инвентаря самоотверженно трудились врачи и медсестры, спасая жизни. Сегодня грудь ветерана украшают многочисленные награды. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу, медаль Жукова. 95-летний ветеран утверждает, что сохранить физическую форму и ясную память ему помогают прогулки на природе и правильный образ жизни. Медицинский работник со стажем рекомендует этот рецепт всем. Наталья Мальчикова, Республика.